Это ответственность на нас, на нападающих, на мне, там, на большинстве были шансы тоже поиграть, там 8 минут в большинстве обязаны были забивать, это наша обязанность, мы с ней не справились, поэтому вся вина на нас, если позволу, конечно, поеду, второго нету, хочется, конечно, поиграть, если я давно не играл за сборную, поэтому... Друзья, сейчас проходит крупный хоккейный матч, а совсем скоро стартует чемпионат мира по хоккею, вы можете начать получать больше удовольствия от спорта с легальным партнером, а по моей ссылке в закрепленном комментарии все получат 1000 рублей на первую ставку, присоединяйтесь к команде Паримач. Ну, опять же, да, равная игра была, отдать должное, здорово играла команда, здорово подготовилась, может, переграли нас в системе, очень тяжело было играть в их зоне, постоянно давление, постоянно кто-то сидел на твоих ключах, Но, опять же, может, у них желание, чем больше было, видно было, как они хотели выиграть, хотя и наша команда тоже здорово сегодня сыграла, первую игру здорово сыграли, совсем чуть-чуть не хватило, Могла игра повернулся в другую сторону, там, выигрывая первую игру в овертайме, могло бы все по-другому сложиться. Женя, почему, в принципе, вот последние три игры по одному голу забили, то есть, ну, понимаешь, что Андерс много не пропускает, но тем не менее. Ну, да, мы понимали, что такая игра будет, и мы понимали, что мы играем против команды, которая меньше всего всех в лиге пропустила за весь чемпионат, И поэтому готовились к такой игре, понимали, что много голов не будет, но тем не менее, конечно, это ответственность на нас, на нападающих, на мне, там, на большинстве, были шансы тоже выиграть. Там 8 минут в большинстве обязаны были забивать, это наша обязанность, мы с ними справились, поэтому вся вина на нас. Сегодня были такие моменты в большинстве, и пустые ворота, и они блокировали, и во вратаря попадали, и вот, ну, чего вот так не хватило прямо сегодня? Ну, если сказать везение, то, наверное, глупо тоже, 4 игры подряд проиграть, это тоже нельзя все свалить на везение, поэтому, ну, я не знаю, вот такие моменты решают, в плей-офф, там, одна штанга может решить исход серии, поэтому, где-то, недостаточно, может, концентрировались, не знаю, но, опять же, это плей-офф, они блокировали шайбу, когда под тебя бросаются игровки, бросаешь, ну, тяжело что-то сделать, а ловит ее любой частью тела, поэтому, а штангу это, ну, у всех бывает, там, не сказать, что мы, там, подбили все штанги, там, одна штанга сегодня была, поэтому, здесь тоже нельзя сказать, что нам не везло, одна штанга, там, а много моментов они заблокировали, и вратарь, в принципе, неплохо, вообще, насколько неожиданно этот плей-офф, вот смотри, Тампа выиграла 62 игры, проиграла 4 подряд, то есть они 4 подряд, там, 6 месяцев не проигрывали, вы, в принципе, считались фаворитом, несмотря на то, что только третья команда, а не вторая, на дивизионе, тем не менее, тоже, и обе команды, 0-8, о чем это вот говорит? О чем говорит, что сложно выиграть в Кубе, очень, говорит о том, что все команды равны, говорит о том, что у всех огромное желание, говорит о том, что перед плей-оффом все начинается с нуля, нету ни фаворитов, нету, это, может, там, опять же, по статистике, там, эксперты, там, отдают кому-то предпочтение, а на самом деле, мы видим, любой, любая команда может обыграть любую команду. На западе, вот, смотри, в Каугари проигрывают 2-1, тоже восьмой команде. Да, любой, тоже, там, Вашингтон 5-0 проиграл, да, тоже, можно сказать, небольшой сюрприз, поэтому, надо попадать в плей-офф из года в год и стараться доказывать, и любая команда, там, может, хорошо подготовить, тоже длинный чемпионат, у кого больше, там, у кого меньше, то свежий такой, там, там, хорошие обмены сделала, не могла найти свою игру, там, в протяжении, там, я не знаю. Коламбус? Коламбус, то есть, да, не могла найти, там, свою игру, но в конце, там, последние, там, три игры здорово сыграли, и с этой уверенностью, ну, кто-то... Ну, это, наверное, самая большая неожиданность, там, за 20 лет, ну. Ну, для какого давления, может, не ощущали, там, тренер здорово настроился, ребята, здорово выложились, а когда команда выигрывает постоянно, тоже, какая-то расслабленность, наверное, присутствует. Станин, какие у тебя планы на лето? Поедешь ли ты на чемпионат, или ты еще не думал об этом? Ну, а что, на самом деле, но, если... Такого долгого лета у тебя давно не было? Да, в запасе, там, более 4 не было такого, даже больше, но, если позову, конечно, поеду, второго нету, хочется, конечно, победить, давно не играл за сборную, поэтому... Как твое общее самочувствие вообще? Сезон у тебя был не очень, но лично ты, что вот не хватило? Ну, еще можно работать, что-то, это только одно, это нельзя расслабляться. Приглашал тренера из Америки, с командой вместе работали, все было нормально. Первые, там, 10 игр, потом начались опять небольшие травмы, которые сбили. Ну, опять, над возрастом тоже надо еще семей работать, нельзя расслабляться. Ты еще молодой. Молодых много в леге, поэтому, ну, я не знаю, будем отдыхать, будем работать, что еще делать, а карьеру не буду завершать, это точно. Ну, вот если сказать только в двух словах, в чем огромная разница между 16-17 годами, когда вы выиграли, и вот сегодня, вот вроде на бумаге у вас команда, но не хуже. Ну, в чем разница, может, тогда он пришел, я не знаю, новый тренер поменял систему. Мы были, мне кажется, быстрее команда бежала, были немножко по-задористой, поголодней, можно сказать, я не знаю, там получились хорошие тройки, он, Саламан хорошие тройки сделал. Все четыре звена очень здорово играли. Ну, опять же, это уверенность была у нас какая-то, мы выиграли первый там раунд, потом второй, по шинтон прошли, и уже такая, как эта уверенность пошла у нас. Чувствую, а здесь с первой игры, первый проигр, второй, конечно, это немножко дает. То есть выиграли бы первые пару игр, может, по-другому все пошло? Да, конечно, не смогли перебороть, может, и понимали уже, каждая игра такая, больше и больше ответственности. Ну, опять же, это из года в год, нельзя сказать, что нам не хватило, где-то везение там в шестнадцатом, семнадцатом, повезло, где-то, может, мы лучше играли, да, опять же, все же от нас зависит. Та же система у нас, нам много не меняли, все те же игроки, можно сказать, а система та же. Ну, и команды под нас подстраиваются, уже, может, изучили нас, надо что-то менять. Тринь, кто ты думаешь, выиграет Кубок Стейнли? Если ты делал сейчас предсказания какие-то, или кто хотя бы будет в финале? Ну, Тампа вылетела, если честно, уже, ну, Хальдерс очень сильно, я думаю, Вашингтон с Альдерсом, очень интересная серия будет. Ну, а Коламбус? Коламбус. На подъеме? Коламбус тоже, опять же, я его не могу даже предположить, я думал, Сан-Хосе фавориты сейчас, но они тоже проигрывают, поэтому, вообще, даже, ну, я думаю, Вегаса, если честно, может... Марк Андре Флори опять в финале. Да, может, Вегас опять в финал попадет, а здесь, ну, не удивлюсь, если тот же Альдерс или Коламбус. Ко себе, да. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова